Многие верующие считают, что работать в выходные и праздники это грех. Но так ли это? И что по этому поводу говорится в Библии? Верующие, особенно те, что старые закалки, зачастую делают замечания тем, кто по воскресеньям делает какую-то работу, например, домашний ремонт или копаются в огороде. Считается, что воскресенье день, когда нужно ходить в храм и молиться. А заниматься мирскими делами в этот день, значит совершать грех. Некоторые даже не моются в этот день, настолько следует этому правилу. Что примечательно, есть люди, которые даже в храм не ходят, но правила это строго соблюдают, лежат на диване перед телевизором, ничего не делают. Некоторые даже выпивают, а что, не запрещено ведь? Русские праздники, покорившие сердца иностранцев, в Библии есть момент, где описывается, как Господь работал шесть дней, а на седьмой отдыхал. Что очень логично, ведь нужно же когда-то отдыхать. И если в какой-то день у верующего не запланировано никаких дел, то он вполне может отдохнуть. Но загвоздка в том, что обычно у людей всегда есть какие-то дела, хотя бы обед сварить, по дому что-то сделать. Если посетить православные сайты, то можно обнаружить, что правило не работать в воскресенье и праздники чистой воды суеверия, и надо быть очень далеким от веры человеком, чтобы следовать ему. Куда поехать на новогодние праздники, без визы такие дни предусмотрены для того, чтобы посещать храм и молиться, именно поэтому в эти дни не советуют работать, чтобы не было соблазна проигнорировать церковную службу. А вот уже после службы можно приступать к своим житейским обязанностям, ведь свой христианский долг человек уже выполнил. Также эти дни рекомендуется проводить в кругу семьи, общаться с ней. Различные дела после службы не запрещены. Достаточно вспомнить быт наших предков, разве была у них возможность лежать на диване? Конечно, нет, надо было заниматься хозяйством. Самые популярные направления на новогодние праздники, как выяснилось, работать в праздники очень даже можно, а есть ли что-то, чего нельзя. Прямых запретов нет, но не рекомендуется ругаться с кем-либо, смотреть развлекательные передачи, пьянствовать и хулиганить. Хотя и в обычные дни все это нежелательно.